Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня понедельник, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию для нашего внимательного рассмотрения, отрывок из послания к римлянам святого апостола Павла, глава 7 стихи с 1 по 13. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. «Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив? Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом мужа выйдет за другого, называется прелюбодейцею. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцей выйдет за другого мужа. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховным, наруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Но ныне, умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве. Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание. Ибо без закона грех мертв. Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер. И таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти. Потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и мертвил ею. Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. И так неужели добро сделается мне смертоносным? Никак. Но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть, так что грех становится крайне грешен посредством заповеди. Итак, дорогие братья и сестры, сегодня 8 июля, и сегодняшний день церковь чтит память святых Петра и Февронии Муромских. Это святые покровители семьи, и это государственный праздник, день семьи, любви и верности. Я поздравляю всех вас, дорогие братья и сестры, с этим праздником, с днем памяти святых небесных покровителей семьи. Семьи молитесь о том, чтобы наши семьи укреплялись, множились и воспитывались в православном исповедании. И мы сегодня с вами обращаем свой взор на рядовое чтение на послание к римлянам, 7 главу, 1-13 стихов. Очень интересный текст, где апостол Павел продолжает свое рассуждение на тему закона и благодати. Если я не ошибаюсь, в XI веке было написано такое произведение, одно из древнейших произведений Святой Руси, литературно-богословских. Это Иларион, епископ Иларион, о законе и благодати. Как раз таки вот в этом произведении продолжается вот эта логика апостола Павла, где он рассуждает о месте закона, о его назначении и о месте благодати. И здесь апостол Павел приводит такой интересный пример, что он пишет, «Разве вы не знаете, братья, что закон имеет власть над человеком, пока он жив?» И приводит пример, что вот замужняя женщина, если у нее умирает муж, она выходит замуж за другого, то она не считается прелюбодействой, ибо свободна от мужа. Но если муж жив, и она уходит от него, женится на другом, значит, она прелюбодеется. «Так и мы, — говорит апостол Павел, — так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому воскресшему из вертвых, да приносим плод Богу». Вот это как брак приносит плод соединения двух любящих сердец, и этот плод — это и чадородие, прежде всего, плод любви. И также и мы должны принести свой плод, да, плод веры и плод дел, согласно вере, да. Это исполнение заповедей о любви, прежде всего, к Брижнему и к Богу. Соответственно, здесь тоже есть некий плод, но мы умираем для закона через Христа. О чем здесь идет речь? И речь идет о том, что, когда мы жили по плоти, когда не было тех новых отношений между Богом и человеком, которые принес наш Спаситель, тогда мы жили по плоти и были под законом. Тогда страсти греховные, которые обнаруживал закон, да, вот эти страсти греховные, их обнаруживал закон, вот его главное назначение — обнаружить грех, идентифицировать свою греховность, нам позволяет закон. Так вот, когда обнаруживаемые законом эти страсти действовали в членах наших, и они, естественно, приносили плод смерти, потому что не было освобождения. Закон просто обозначал границы и показывал, что ты приступаешь эти границы, ты постоянно приступаешь, и ты преступник, ты человек грешный. Грех обнаружился законом, но закон не спасает от греха. Задача закона — обнаружить грех в твоей жизни. И он с этой задачей четко справился, поэтому апостолы пишут, что закон святый, заповедь святая, праведная и добра. Заповедь праведная и добра. Она обозначает необходимость спасения, приводит тебя к этому. Именно исполняя заповеди, ты приходишь к пониманию, какой ты грешный человек. Ты видишь эту, прозреваешь свою гордость, свое тщеславие, сребролюбие, свою похотливость, сластолюбие, чревоугодие свое. Познаешь только тогда, когда ты встаешь на путь исполнения заповедей, когда ты идешь путем закона. Обнаружил, и ты понимаешь, а ты с этим сделать ничего не можешь. Только Христос освобождает тебя. Так вот, задача каждого христианина — совлечься с этого ветхого человека, который жил под законом, но ныне умерший для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве. Здесь уже такая тонкая материя веры и дел закона. Мы спасаемся через Иисуса Христа, исполняя заповеди Божии, которые обнаруживают в нас грех, сами заповеди греха этот не убирают. Мы сами, немощные, не можем исправить то, что мы видим, то есть греховность свою. И тогда прибегаем, конечно же, к Спасителю. «Сие из тела мое, сие из кровь моя, вкушайте его и пейте от нее вси». Кровь и тело Нового Завета. Вкушайте и пейте восставление грехов. Только так мы освобождаемся через таинство, через мир с Богом, который обретаем в исповеди, и через единение с Богом, которое обретаем в причастии. А в повседневной жизни это реализуется исполнением заповедей по отношению к ближнему. Закон по этой логике апостола Павла, его могут сказать, ну вот по твоей логике, апостол Павел, закон плох, потому что он грех обнаруживает. Нет, говорит апостол Павел. «Но я не узнал бы иначе грех, чем, кроме как посредством закона, ибо я не понимал бы и пожеланий, если бы закон не говорил «не пожелай». Грех обнаруживается заповедью. Но парадокс человеческой психологии, да, запретный плод сладок, обнаружив грех, он становится более притягательным для нас. Поэтому заповедь принесла для нас обнаружение греха, но в то же время усилила и желание этого греха. Заповедь добра свята она обнаруживает, но не спасает. Спасает только Христос. И вот это главная задача, главная цель нашей с вами духовной жизни, вот увидев свою немощь, стремиться к Господу, от Которого исходит вот эта целительная сила, исцеление нас. Мы должны умереть для греха и жить для Бога. Через Господа нашего Иисуса Христа, Его Святую Церковь и благодать Божию. Поэтому, дорогие братья и сестры, не будем унывать, будем с вами молиться. И помните о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, когда читаем Священное Писание, мы с Его страниц к нам Бог обращается. Еще раз поздравляю всех с Днем Семьи, Любви и Верности. До новых встреч, дорогие братья и сестры. Господи, Господь наш, як отчудно имя Твое по всей земли, як он взялся в великолепие Твое, превыше небес. Субтитры создавал DimaTorzok